Уважаемые товарищи, мы с вами выяснили, что граница в конечном нечто становится пределом. Что такое предел? Предел – это граница, за которую выходит нечто. И хотелось бы проиллюстрировать понятие предела и границы некоторыми примерами жизни, очень важными. Скажем, мы говорим рабочий день, граница рабочего дня, но посмотрите, как у Маркса в «Капитале» ставится вопрос. Он говорит о пределах рабочего дня. То есть Маркс прекрасно понимает, что граница рабочего дня обязательно будет отрицаема и подвижна. А чем отрицается предел? Предел отрицается ложествованием, то есть определением, которое нечто находится в отрицательном соотношении с границей. Вот что является определением капитала? Самовозрастающая стоимость. Значит, ложествование капитала стоит в том, чтобы увеличивать, самовозрастающую стоимость, увеличивать прибавочную стоимость. И как это будет, как это можно сделать? Ну, надо выйти за границу, да, установленную границу рабочего дня. Например, удлинить рабочий день. И вот здесь капитал, значит, очень активно шурует. И Маркс говорил, что на верхней границе, так сказать, определяется физическим возможным человеком. Совершенно верно. То есть удлинять рабочий день капитал склонен, так сказать, безгранично. Да, 8 часов мало, 9-10. А что, мы не знаем, что есть, например, такие вахты, которые по 24 часа, а еще и по 36 часов. Если мы берем непроизводство сверху, был случай. Значит, медсестра отработала 36 часов, вышла, умерла. Да, конечно, правильно. Правильно, конечно, есть физическая граница. Видите, как капитал игнорирует наличие этой границы и стремится отодвинуть границу рабочего дня, рабочей смены, трудовой смены, границ человеческих возможностей к пределу, который, тем не менее, заканчивается, выход за который заканчивается смертью. То есть в этом смысле не надо удивляться. Как же можно еще, насколько удлинить рабочий день, может быть? Да это, на самом деле, предел же. Предел рабочий, так сказать, неподвижный, значит, граница может повышаться в интерес к капиталу сколь угодно много. И тут надо не рот разевать и не удивляться, а понимать, что рабочий класс должен пороться за то, чтобы сократить рабочий день. А что, почему, так сказать, надо сокращать рабочий день? Потому что, на самом деле, скажем, рабочий класс заинтересован в обеспечении полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. А с чем это связано? В том числе с увеличением свободного времени. Поэтому другая линия движения, граница рабочего дня, его сокращение. И какая бы, так сказать, величина ни была достигнута, скажем, 6-часовой рабочий день, это граница. А с днём не надо, разве, выходить? А если будет 5-часовой рабочий день при повышении производительности труда, при увеличении массы материальных благ и при увеличении свободного времени на час, разве это будет плохо? Разве это не выигрыш? Поэтому, на самом деле, это граница, которую нужно сделать пределом. И никогда не надо останавливаться на этом деле. И вот здесь граница будет действительно тоже подвижна, предел будет подвижный. И, честно говоря, движению этому не видно конца. Потому что, если будет повышаться производительность труда и будет увеличиваться свободное время, и очень хорошо, в этом и стоит задача коммунизма, как в первой фазе уничтожения класса, чтобы увеличить свободное время, в котором все будут свободно развиваться. Поэтому мы можем двигать, ну, 6 часов – это вот только первый шаг, это вот в рамках аттестического способа производства. Вообще говоря, здесь каждая граница будет становиться пределом, и в этом движении будет обеспечиваться как раз свободное развитие всех членов общества. Поэтому это когда потомки будут смотреть на то, что мы с вами обсуждали, что возможный 6 часов рабочий день или невозможен, они скажут, ну, дорогие друзья, на самом деле это не граница, а предел, то есть граница, которую надо отрицать. И в интересах обеспечения свободного развития любая граница рабочего дня должна отрицаться. И, так сказать, рабочее время, имею в виду в производстве, должно сокращаться. И будет время, когда это будет час на рабочий день, уж как будет организовано, может 2 часа, может 3 часа в 2 дня на производстве, а остальное время будет посвящено научному труду, образованию, участию в управлении, физическому, культурному развитию человека. Ну, не на бой в этом судить. Но можно с уверенностью сказать, что исходя из понятия предела, всякая граница рабочего дня будет отрицаться, и рабочий день будет сокращаться. И в этом как раз стоит прогрессивное развитие экономики. Условия перерастания социализма в высшую фазу коммунизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова